МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мерзнуть осталось немного. В Наринмаре готовятся к отопительному сезону. Котельные заработают через неделю. Сезон лука и чеснока. Сделать прививку от гриппа жители региона смогут уже в конце августа. Кого вакцинировать обяжут, а кто это сможет сделать по собственному желанию? В зоне доступа мобильные операторы больше не будут брать большие деньги за входящие звонки в роуминге. Всему виной распоряжение Федеральной антимонопольной службы. И Арктик-Дог-2018. В регионе состоялся конкурс для владельцев и их питомцев. Кто взял главный приз? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Сотрудники регионального управления МВД проводят проверку в отношении местного жителя, который был задержан еще в минувшую субботу. Мужчина с охотничьим ружьем в руках рано утром разгуливал по улице Рыбников. Было ли оно заряжено, пока неизвестно. Эти фото сделали очевидцы. На место незамедлительно выехали полицейские. В правоохранительном ведомстве заявили, задержанный мужчина 94-го года рождения. В настоящий момент все материалы по данному инциденту направлены в Росгвардию для принятия процессуального решения. И вот сегодня Минздрав России назвал регионы самыми нервными жителями. Психические расстройства чаще всего диагностируются именно у северян, всему виной суровые климатические условия. Итак, самый высокий уровень заболеваемости в Алтайском крае, на Чукотке и в Нинецком округе. 820 случаев на 100 тысяч человек. Понятно, что здесь накладывается тот факт, что в нашем регионе всего-то проживает порядка 50 тысяч, однако статистика есть статистика. Медики тем временем заявили, северо-восточные и северные субъекты, такие как Чукотский и Нинецкий округа, отличаются тяжелым климатом, поэтому там и зафиксировано больше всего в случаях психических расстройств. Цитирую. В этих регионах недостаточно солнца, низкая температура воздуха, нарушен цветовой режим, то есть короткий день и длинная ночь. Уровень урбанизации крайне низкий. У населения мало возможностей для развлечений. Конец цитаты. Другим новостям разрешение берут на щуку, а ловят семгу. Сотрудники Центра природопользования охраны окружающей среды совместно с представителями рыбоинспекции провели очередной рейд по акватории Печоры. Во время проверки специалисты зафиксировали целый ряд случаев незаконного вылова семги. Подробности в следующем материале. Этому рыбаку сегодня не повезло. В момент проверки сетей нагрянули сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды совместно с рыбоинспекцией. Казалось бы, почему ему приходится расставаться с ценной семгой? Дело в том, что у мужчины есть разрешение на вылов серой рыбы, а не атлантического лосося. И такие случаи в акватории Печоры совсем не редкость. За время поездки в сетях не обнаружено ни одной щуки. Причем масштабы этой проблемы трудно переоценить. Получается, все так или иначе ловят семгу. Практически весь рыбный участок перегорожен сетями. А особо находчивые браконьеры устанавливают еще и скрытые, так называемые погружные сети. Без специальных приспособлений заметить их невозможно. И теперь у нас прибавилась новая проблема. Это так называемые щукари. Мы сегодня видели, у них разрешение с июля по октябрь месяц. Вылавливают 400 килограмм щуки. В разрешениях это имеется. Ячья от 70 и выше, у других до 70 в любой ячею. И это все происходит в нерест семги. Ну, если мы сейчас не обратим на эту проблему внимание, то мы выбьем все стадо. Потому что мы ведь точно не знаем. Да, при нас они эту рыбу выпускают. Что делается, когда нас нет, ну, это никто не понимает. В акватории Печоры существует и другая проблема. По словам Игоря Кислякова, рыбаки нередко ставят сети в зоне фарватера морских судов. То есть крупногабаритные корабли могут просто не заметить маленькую лодку. Особенно в темное время суток. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал «Север». В НИСИ в этом году начнется строительство нового детского сада. На 70 мест, пишет агентство НАУ-24. В настоящий момент Управление госзаказа проводит торги, итоги которых подведут 13 сентября. Как пояснили в администрации, контракт с победителем электронного акциона будет заключен в конце следующего месяца. После этого подрядчик приступит к работам. Начальная цена проекта составляет порядка 230 миллионов рублей. Деньги выделят из окружной казны. Согласно документам, новое дошкольное учреждение будет представлять из себя одноэтажное здание с блочно-модульных конструкций общей площадью 1400 квадратных метров и высотой 7,5 метров. На этаже будут размещены 4 групповых ячейки, 4 отапливаемые прогулочные веранды, медпункт, пищеблок, служебное помещение, зал для физкультурных и музыкальных занятий. Строительство социального объекта должно быть завершено до 30 ноября следующего года. Сегодня детский сад в селе Несь располагается в двух зданиях 62 и 35 годов постройки. В мае 2015-го специалисты провели обследование учреждения, по результатам которого состояние обоих строений признано недопустимым. Хорошая новость для жителей города. На этой неделе на 18 котельных Наринмара начнутся пробные топки, а вот их полноценное включение предварительно запланировано на 27 августа. Это произойдет после выхода официального постановления главы городской администрации о начале отопительного сезона. На подготовку котельных и сетей из бюджета округа выделен 41 миллион рублей. На эти средства были проведены ремонтные работы на всех объектах. Всего же по информации Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта из казанной региона на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду предусмотрено порядка 63 миллионов рублей. Из них 10 будет перечислено в Заполярный район, 2,5 в поселок Искателей. Оставшаяся часть поступит в Ненинскую коммунальную компанию. Все средства направлены на капитальный ремонт объектов ЖКХ с приобретением необходимого оборудования и материалов. Добавлю, предыдущий отопительный сезон в субъекте прошел без аварийных ситуаций. При этом количество инцидентов по сравнению с 2017 уменьшилось на 20%. Этого удалось добиться благодаря капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры. Напомню, согласно нормативам, отопительный сезон начинается, когда температура воздуха на улице продержится ниже 8 градусов со знаком «плюс» в течение 5 дней подряд. Идем далее. В регионе назвали точные сроки проведения вакцинации среди населения против сезонного гриппа. Привычная кампания стартует уже в конце августа. Получить вакцину должны не менее 45% жителей региона. Это порядка 20 тысяч человек. Соответствующие показатели определены Министерством здравоохранения России и Роспотребнадзором. Напомню, вакцинации за счет государства подлежат сотрудники учреждения образования, здравоохранения, торговли и коммунальных служб. Также к группе риска отнесены дети с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями. Традиционно в Ненецком округе прививку против гриппа бесплатно могут сделать все желающие. Для этого гражданину необходимо обратиться в любую поликлинику или в ПАП по месту жительства. Как отметили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, в этом году за счет средств федерального бюджета закупят 14 тысяч доз вакцины Савигрипп для взрослых от 18 лет. Это в рамках регионального финансирования около 6 тысяч доз Гриппол Плюс для взрослых и детей с 6 месяцев. Отмена роуминга в России вышла на финишную прямую. Накануне один из четырех крупнейших операторов сотовой связи Билайн убрал наценку на входящие звонки для тех, кто находится в поездке внутри страны. Ну а вскоре этому примеру последуют и остальные, пишет информагентство ТАСС. Напомню, раньше такие звонки оплачивались с абонентом в среднем по 5 рублей за минуту. Отказаться от внутрисетевого роуминга операторов в мобильную связь заставили федеральная антимонопольная служба. Причем отмена роуминга не должна повлиять на тарифные планы. Повышение возможно лишь в отдельных регионах, где цена на сотовую связь изначально была ниже базовой. Итак, перейти на новую систему четыре крупнейших оператора России должны уже до конца августа. Начиная с сентября входящие звонки в роуминге для граждан станут гораздо дешевле. Познакомиться с тундрой, ее обитателями, а также посмотреть, какая научная работа сегодня ведется в заповеднике Ненецкий. С такой целью округ посетили представители Министерства природы России. Этот визит в регион стал первым для научных сотрудников федерального ведомства. О предварительных результатах своей работы на территории заполярного субъекта в материале моей коллеги Александры Литковой. Бескрайние просторы тундры, обилие рек и озер, на которых в летний период гнездятся тысячи птиц. Все это и не только научные сотрудники увидели на Ненецкой земле. Здесь, в заповеднике, они пробыли 10 дней. Эмоции, говорят участники экспедиции, переполняют до сих пор. И хотя к Министерству природы Михаил Яковлев никак не относится, мужчина бывалый путешественник, пропустить такую поездку он не смог. Ну, такую тундру я, наверное, нигде не видел. Это, в общем, достаточно очень своеобразно. Вот эти озера невероятные. То есть я тоже попытался со спутниковых карт изучать, как бы это, и совершенно не мог понять, что здесь такое. И когда мы увидели, как бы, как это реально выглядит, ну, это было, так сказать, ну, действительно, шоком. То есть это было очень необычно. Специалисты Минприроды за этот год побывали уже в нескольких заповедниках страны. На очереди Ненецкий. Ученые признаются, не ожидали, что перемещаться по территории охраняемой зоны будет не так-то просто. Они попадали в сильный шторм и даже садились на мель. Лодку в буквальном смысле тащили на себе. Едва ли не каждый свой шаг фиксировали на камеру. Когда мы готовились и смотрели на картах, как это все выглядит, где находится заповедник, его территория, какие пространства окружают, много воды. Как бы мы потеряли очень много времени только потому, что мы не могли там отправиться от кордона. Потому что это огромное пространство воды, оно оказывается совсем мелкое, когда дует ветер, например, не в ту сторону, или отлив, то тогда мы просто не можем работать, мы никуда не можем перемещаться. Исследование экосистемы – одно из традиционных направлений работы в заповеднике. Сюда ежегодно приезжают несколько научных групп, в их числе как российские, так и зарубежные. Прямо сейчас здесь работают специалисты из Великобритании. Они занимаются кольцеванием малого лебедя. Вернуться в наш регион представители Министерства природы собираются уже следующей весной. Планируют провести мониторинг среды обитания птиц. Сейчас на территории заповедника зарегистрировано 125 видов. Из них 25 занесены в Красные книги Ненецкого округа и России. Когда прилет птиц осуществляется, когда брачные игры, когда массовое скопление птиц происходит, период гнездования мы вычеркиваем, потому что просто нельзя в этот момент тревожить птиц. Разве что, когда птицы уже появятся, осторожно, аккуратно снять, как жизнь происходит в колониях. Вот и дальше, позже немножко, чем сейчас, уже когда обратно птицы скапливаются для того, чтобы мигрировать в теплые страны. Видеоматериалы экспедиции ученые в будущем планируют использовать в информационных сюжетах, а также создать документальный фильм, посвященный экосистеме региона. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». У всех выходной, а школьникам на линейку в этом году первый звонок во всех образовательных учреждениях региона прозвучит в субботу. А вот сами уроки начнутся с понедельника, 3 сентября. Об этом заявили в профильном департаменте. Как отмечают в ведомстве, расписание школьных торжественных линеек на сайтах образовательных организаций появится уже в ближайшее время. Планируется, что всего за парты в День знаний сядут 6480 учеников, а порог школ впервые переступит 720 первоклассников. В преддверии 1 сентября в Нинецкий округ доставлены традиционные наборы первоклассников. Они будут вручены на торжественных линейках. В этом году в подарок дополнительно канцелярским принадлежностям включили набор шахмат, энциклопедию для детей младшего возраста «Космос», а также брошюру «Первые правила безопасности». Что касается образовательных учреждений, то все они уже полностью готовы к приему детей. В Наринмаре, как и по всей стране, завтра отметят День российского флага. Праздничные мероприятия пройдут на главной площади столицы региона. В 10 часов 30 минут начнет работу творческая площадка «Флаг моей Родины». Гостям будут дарить ленточки «Триколор» и расскажут об истории государственного флага. В 11 часов состоится флешмоб «Споен гимн России вместе», а после его исполнения на сцене выступят творческие коллективы Нинецкого округа. На протяжении дня будут работать аттракционы, игровые площадки. Завершится праздник показом конкурсных работ Всемирного фестиваля уличного кино. Под открытым небом зрители смогут оценить лучшие коротметражные фильмы начинающих российских режиссеров. В завершении выпуска состязания «Хартик-Док» под таким названием Центр арктического туризма впервые в регионе прошел конкурс для владельцев собак. Вместе со своими питомцами они соревновались в четырех испытаниях. Лучших определяла специальная комиссия. Кто стал победителем, знает Владимир Рожин. Этому симпатяге породы бишон-фризе по кличке Ральф два с половиной года. Еще совсем маленьким Вера Шабанова привезла его из Сибири. Сын девушки всегда мечтал о собаке. Со временем конкурсантка и сама сильно привязалась к пушистому четвероногому. Хотелось что-то такое маленькое, красивое. И вот, в общем, искали-искали. Нашла в интернете и решила приобрести. Сначала хотели в Москве, но как-то так не получилось и пришлось ехать в Сибирь. Она просто куплена для семьи, как член семьи и все. Александре Талеевой ехать в Сибирь не пришлось. Тишку, так зовут ее собаку, она взяла из местного питомника. Этот пес с крайне непростой судьбой. Несколько безответственных хозяев, бродячая жизнь на улице и неоднократное попадание в питомник. Ну, очень много всего навидался и побывал в мусорном баке. И возвращали обратно его в приют. В общем, много чего. И жил в наборнике, можно сказать. Потом мы решили как-то... Я вообще хотела взять девочку из приюта. Ну, и уже взрослую девочку. Ну, так получилось, что как-то совпало, что пришлось взять его. Очень стало жалко. Всего на Арктикдок заявилось семь участников. Среди главных требований к претендентам на победу в собачьем конкурсе были вид паспорт со всеми прививками и наличие поводка. Владельцы должны будут рассказать о своих питомцах, как они живут дома, все ли у них хорошо, все ли получается, есть ли какие-то нюансы. И также собаки должны будут продемонстрировать то, что они умеют. Сидеть, стоять, апорт, танцы, все что угодно. Это уже на усмотрение хозяев, чем они могут удивить судей и гостей. Также для четвероногих подготовили полосу препятствий. Она включала в себя такие испытания, как слалом, горка, планка и качель. Навыки и умения собак оценивала специальная судейская комиссия. Мы смотрим, как собака, какие команды там умеет делать, как она их выполняет. В принципе, это отношение судей к собаке и чистое дело впечатление, как понравилось. Как оцениваете подготовку собак на данном стадии? Ну, это же не профессиональный конкурс, это любительский. И собаки не участники каких-то выставок. И у нас, в принципе, мероприятие такое, любительское. Поэтому собаки все, видно, что они очень любимы хозяевами, хозяева ими гордятся, и, в принципе, у них все получается. Кроме того, организаторы необычного турнира привлекли внимание зрителей и к проблеме безнадзорных животных. Во время соревнований все желающие могли оказать материальную поддержку приюту для бездомных собак. Что касается результатов конкурса, то по итогам соревнований первое место заняла Вера Шабанова и ее четвероногий друг Ральф. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok